господь наш и бог наш явился во плоти и открыл нам сущность свою которая есть любовь сам бог есть любовь он и любит он и есть любовь господь изначально создал весь мир для человека прекрасный мир красивый интересный радостный веселый создал человека как венец своего творения поселил его на земле сотворил для него даже пик блаженства как эдемский сад привел к нему всех животных а точнее господь вложил в души и сущность естественно всего творения в мире любовь к тому кто является образом подобия самого творца к человеку люди ластились любили человека что же сделал человек господь повелел ему господствовать над всей землей кто такой господин кто такой разумный господин кто такой господь кто такой бог бог есть любовь он не тиран значит человек получив дар господствовать над землей получил право обязанность заботиться и беречь то что ему вменено господь наш не тиран он бог любовь а значит и мы должны были любить все творение но что мы начали делать что начал делать адам каин авель и пошло поехал приносить жертвы животных жертвы разве просил бог авеля приносить ему жертву овечку нет разве бог проливалась земля кровь в раю нет какую заповедь дал господь человеку всем животным человеку сказал все что падает с деревьев и все что растет из земли все это будете в пищу что он повелел животным всю зелень травную какую есть на всей земле все это будет вам в пищу откуда же появилось зло ясно откуда из сердец человеческих очевидно что до потопа до того как ной вышел из ковчега животные любили человека властились к нему дарили ему радость и любовь и для глаз и для ушей и для рук и ног его что сделало человечество стало разрывать животных живьем приносить их жертвы неведомому богу разве просил об этом их бог нет вы знаете безумно смотреть на то что мы с вами люди 2000 лет после рождества христова возможно шесть семь тысяч лет от сотворения мира до сих пор пребываем в таком безумии знаете душа просто разрывается глядя на все это на злых людей которые до сих пор ищут оправдание своим грехам я горит поживу ну что я вот буду убивать убивать животных пожирать их но потом я буду в раю бог же покрыл меня своей благодатью спас меня по вере в него я потом пойду к батюшке под полотенчик и покаюсь а потом я буду в раю правда с удовольствием убиваю животное стреляя в него но я хочу в рай я хочу к моему господу знаете павел красивые слова сказал не обманывайтесь бог поругаем не бывает что посеет человек тот и пожнет каждый заглянув свое сердце может увидеть что там кто там внутри что его ждет в будущем вы знаете что там увидит как его называют вегетарианец он увидит там рай там где он любит животных там он и будет господь сказал где сокровище твое там и сердце твое будет там и ты будешь что в сердце убийцы животного скотобойне он будет там где он хочет быть мы почему-то думаем что бог потом изменит природу ну понятно это протестантское сатанинское учение я здесь живу бог меня покрылся благодатью потом мне изменит природу внутри я сатана а внешне ангелочек это не так каждый будет жить и получать то что он заслуживает и будет с тем к чему он стремился и чего хотел в твоем сердце скотобойня ты и будешь жить с такими тебе чужда любовь ее нету здесь счет и взял что она появится потом ее нету в тебе не в округе а в тебе если не в тебе ты не будешь там где она царствует вы знаете убийство животного это огромный грех это убийство беззащитного живого существа которое страдает который испытывает боль которая мучается не знаю грех этот невозможно даже описать мы всячески в жизни даже в законах человеческих пытаемся оправдать так называемую как называют допущенную самооборону знаете что нам делают домашние животные ничего плохого что нам делают дикие животные которые до сих пор страдают по нашим грехам что мы их первые стали убивать приносить жертвы пожирать развлекаться а убивать их ради развлечения убивать их ради похоти плоти чрева своего приносить их в жертву неведомому богу который никогда не просил этого делать который против пролития крови крови его бог есть любовь бог против страданий скорби слез неужели мы не можем понять что весь мир и бог и каждый из нас ждет откровение детей божьих когда до нас дойдет что мы заквашем этот мир и не важно что все кругом так делают почему делаем так мы почему так делаю я мне надо кажется безумием что я вообще говорю об этом убивать невинное создание невиновной беспомощной неспособной тебе не дать сдачи не защититься ради чего мое сердце никогда не поймет это можно оправдать свои грехи писанием бумажками человеческими написанные человеками о человеках где словам божьим с устам бога истине божьей приписано зло более страдания гнев ненависть и злоба но это никак не очистит наше сердце измарав бога во всех человеческих грехах мы сами святее не станем как мы хотим быть в раю если мы сами если в сердце нашем от уже сейчас уже здесь живой настоящий от если ты едешь убивать животное ради развлечения в твоем сердце от тебе никто на этой земле не заставляет христианин охотник вы вдумайтесь в эту фразу христианин мясоед трупоед в мире куча еды сколько блюд можно приготовить из этого множество бесценных божьих даров того что падает с деревьев и растет из-под земли слепоте нет предела человеческой жалко мне людей которые самообманываются действительно прав был апостол павел бог поругаем не бывает все мы будем пожинать плоды того что совершаем в этой жизни как бы хотел чтобы все это осознали дайте дайте Продолжение следует...